Всем привет, с вами канал Максим Мобайл. Сравнение смартфонов Lenovo A6000 Plus против Apple iPhone 5. Начнем сравнение их внешнего вида и начнем мы с Lenovo. Lenovo это пластиковое устройство с 5-дюймовым дисплеем, достаточно большое. Вот, если вот так вот смотреть, вот как оно передвигается в руке. В сравнении с iPhone они выглядят примерно вот так по высоте. Видим, что на сантиметра 3 выше Lenovo. По ширине на сантиметр 1,5 также шире Lenovo. А по толщине они соотносятся вот таким вот образом. Чуть толще будет Lenovo, а толщина его составляет 8,2 мм против 7,6 мм у Apple iPhone 5. Вот так вот. По размещениям различных элементов управления, кстати, по материалам корпуса Lenovo пластик, задняя крышка выполнена из такого рифленого пластика, устойчив к отпечаткам пальцев и царапин, что является плюсом такого вот материала. iPhone это алюминий, алюминий хорошо лежит в руке, ощущается премиально, но более вот со временем, скажем так, если на нем появляются какие-то дефекты, они более заметны, чем на пластике. То есть пластик с этой точки зрения он попрактичнее, чем вот такой вот материал алюминий. Также здесь присутствуют стеклянные вставки. Вот. Ну так, в принципе, все. Спереди у нас закаленное стекло, так же, как и у Lenovo. Теперь сравним их по размещениям различных элементов управления. Сверху у Lenovo находится джек 3,5 мм для наушников, а также порт для microUSB, чтобы заряжать его и подключать компьютеры. Сверху у iPhone находится только кнопка включения-включения этого устройства. На правой грани у Lenovo находится кнопка включения-включения устройства, а также кнопки регулировки громкости, качелька. На правой грани у iPhone находится только слот для nano-SIM-карточки. Снизу у Lenovo находится только микрофон, вот такая вот маленькая точка, и больше ничего. У iPhone снизу расположилось достаточно много различных элементов. Это и джек 3,5 мм для наушников, это и разговорный микрофон, это и лайтинг-коннектор для подключения к компьютеру и зарядке, а также динамик. И левая грани устройства. У iPhone здесь ползунок для перехода в беззвучный режим и кнопки регулировки громкости. У Lenovo здесь нет ничего, то есть грани это пустая. На заднике у нас камеры, LED-спышки, логотипы компаний, ну впрочем, все. Снизу у Lenovo также два неплохих динамика для прослушивания музыки, ну и вызов устройства. Что ж, разблокируем устройство. Версия iOS у iPhone это 9.1, последняя доступная, в меню все работает отлично. У Lenovo это 5.0.2, версия Android. На 5.1 пока обновление не приходило, возможно со временем придет. И версия прошивки Lenovo Vibe 2.0, да, здесь используется. Также все замечательно, все программы размещаются сразу на рабочих столах, без выхода в дополнительное меню. Что-то похожее вот реализовано и на iOS. Точнее что-то похожее уже на Lenovo, а тут это было изначально. И теперь покажу, как устройства работают в браузере по быстродействии. Перейдем на сайт apple.com, на iPhone и на apple.com, на Lenovo. И посмотрим по скорости загрузки, кто будет быстрее на этих сайтах. Что ж, по скроллингу отлично на iPhone, по зумингу также замечательно, быстро, четко. Сразу приближается нужный нам элемент на iPhone. На Lenovo хотелось бы, чтобы было немножко побыстрее, потому что нужно сделать много движений, чтобы вернуть исходное положение или приблизить тот элемент, который нам нужен. По скорости, вот, замеряем. Одновременно нажал на одну и ту же ссылку, iPhone загружает ее быстрее. Теперь посмотрим на возврат назад. Вот, iPhone возвращает назад также быстрее. И перейдем еще на какую-то ссылку. Вот, например, сюда нажмем. На iPhone, похоже, я не нажал. Ну ладно, теперь перейдем на сайт lenovo.com. iPhone немножко быстрее на сайте Apple работает. Одновременно мы переходим на этот сайт. iPhone загружает его быстрее. И Lenovo не сильно отстает. Так, закрываем все эти всплывающие окна. В принципе, хорошо работают на тяжелых сайтах устройства. И перейдем вот на вот эту вот ссылку. Одновременно. Тут также. iPhone загрузил быстрее. Ну, быстрее работает в интернете iPhone. Быстрее и качественнее. Поэтому тест в интернете выигрывает iPhone. Вот. По звуку в наушниках также будет лучше немножко iPhone. Даже несмотря на то, что тут есть дополнительная надстройка звуковая Dolby. Все-таки мне намного больше нравится iPhone и по качеству звука, и по громкости. Теперь перейдем. Я все это замерял на одних наушниках. Поэтому вот так. То же самое касается 4S. По звуку 4S и пятерка тоже не отличаются. Поэтому выигрывает еще и по звуку, по качеству музыки в наушниках. Теперь перейдем к тесту производительности. Откроем Geekbench 3. Синтетический тест. Запустим его. И пока он запускается, я расскажу о технических характеристиках этих устройств. Вот. И начнем мы с Lenovo. Это 5-ти дюймовый дисплей. 720 на 1280 точек разрешения этого экрана. Экраны хорошие в обоих устройствах. IPS с хорошими углами обзора. Процессор Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. Работающий на частоте 1,2 ГГц. 64-ядерный этот процессор. Плюс Adreno 306 в качестве видеоускорителя. 2 ГБ оперативной памяти. Плюс 16 ГБ встроенной памяти. Это ту, которую мы можем использовать. Из них доступно около 10. То есть достаточно неплохо. Также тут есть слот для microSD карточки для расширения памяти. Камера 13 Мп основная. Это версии Plus. В обычной 6010. Там 8 Мп. В этой 13. И 5 Мп. Фронтальная камера. Батарейка 2300 мАч. iPhone это экран 4 дюйма. 640х1136 точек разрешения этого экрана. IPS. Процессор Apple A6. Работающий на частоте 1,3 ГГц. Двухъядерный. Встроенная память здесь 16 ГБ. Оперативной 1 ГБ. И камера здесь 8 Мп. Основная. 0,3 фронтальная. Аккумулятор 1440 мАч. Закончился тест на iPhone. Быстрее загружает тест iPhone. Он значительно 705 в одноядерном тесте, 1272 в мультиядерном тесте. И ждем пока закончится тест на Lenovo. Вот он уже должен подойти к концу. 90% уже загрузилось. Да, загрузился тест. По мультиядерному мощнее Lenovo. Но по одноядерному будет мощнее iPhone. Вот такие вот результаты двухъядерного процессора против четырехъядерного процессора. Ну, примерно так. Теперь более объективный тест. Посмотрим, как устройства работают в тяжелых играх. Закроем. И откроем тяжелую игрушку Dead Trigger 2. Откроем ее одновременно. Посмотрим, кто быстрее ее загрузит. Нажал я на Lenovo или нет? Да, нажал. Но долго думает. Уже запустилась игра на iPhone. С него и начнем смотреть, как идет. И чуть-чуть отстает Lenovo. Вот мы уже можем играть на iPhone. И оценивать игру. Что ж, по плавности очень плавно. Все замечательно. Отображение зеркальное на асфальте. То есть создается ощущение влажного асфальта. По графике это максимальный уровень. В воздухе присутствуют различные элементы. Типа влетающих листьев, влетающих искр. Жара от огня. Вот видим искры от фонаря. В общем, по графике супер. По плавности тоже супер. Очень хорошо игра оптимизирована. Очень хорошо игра идет на iPhone 5. Теперь смотрим на то, как игра идет на Lenovo A600010. По плавности тут также неплохо. Не так плавно, как на iPhone, конечно. Ну а по графике сами видите, что это самый минимальный уровень. Нет отображения зеркального в асфальте. Нет никаких дополнительных графических элементов. Летающих штук в воздухе. Типа листьев, искр. Всего этого нет. Истрящихся фонарей тоже нет. По графике самый урезанный уровень, но по плавности неплохо. То есть играть комфортно. Но, конечно, лучше играть на iPhone, потому что там максимальный уровень графики. Поэтому игровой тест также выигрывает iPhone. По ценовому соотношению этих устройств. Это 4000 гривен, которые сейчас стоят Lenovo A600010+. И 6000 гривен, которые сейчас стоят iPhone. То есть 2000 гривен разницы. И, в принципе, эту разницу по производительности iPhone отрабатывает. Но у Lenovo есть свои сильные стороны. Как, например, две сим-карты. Возможность расширения SD-карточки. И также большой экран. То есть на большом экране также хороший дисплей. Оба хорошие дисплеи. HD. На таком экране удобнее смотреть фильмы, сериалы. То есть свои преимущества есть. Ну, а кому нужно более производительное устройство, более игровой смартфон, то, конечно, покупаем iPhone. И я считаю, что стоит переплатить там 2000 гривен. Ну, с комфортом там проводить время за играми и там каким-то досугом. Вот. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.